И всем привет, ребят, с вами Строманки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике нашему новому ивенту, который набирает уже обороты, сегодня у нас второй день первого этапа, остается 17 часов до окончания основной его части, напомню, что две команды, которые будут занимать 5-6 место, продолжат участие в этом первом этапе, и у них будет еще один дополнительный день где решится, какая фракция покинет этот заезд и закончит свое участие на первом этапе, я же в свою очередь довольно внимательно стараюсь следить за этим ивентом, плюс набивал звезды и буду набивать звезды еще далее на первом этапе, так как у меня на основном аккаунте уже двухсотка выполнена, но я решил участвовать в этом ивенте на двух аккаунтах, также на своем бездонат аккаунте, сегодня буду приобретать уже премочку и буду как раз таки стараться все это дело проходить, да? У меня здесь 17 звезд, здесь у нас фракция Хьюстонов, которые также держатся пока что в неплохих позициях, но отрыв здесь, конечно, супер маленький, сегодня обо всем по порядку пройдемся поговорим, что же у нас вообще произошло за первый день? За первый день у нас команда Нойера, в которую я попал на своем основном аккаунте, держалась на протяжении долгого периода времени на первом месте, я вообще думал, что мне очень сильно повезло, что в такую фракцию меня закинуло, которая держится, которая очень хорошо набирает звезды, но потом ближе к вечеру Нойеры оказались на пятом или на шестом даже месте, я очень сильно этому удивился, да, как такое может быть, Но первый день он немножко рандомен, также, наверное, и начало второго будет немного рандомно, ну посмотрим, надеюсь, что, конечно, эта рандомность уже чуть поспадет, но все равно я пока что определенной закономерности в этом ивенте не вижу В связи с чем все это дело? Все просто, довольно большое количество игроков приобретают еще только эти спецпредложения, когда закидывает их в одну из фракций, да, то есть если там чуть больше закидывает игроков новых, да, которые не набивают звезды, то, соответственно, ваша фракция проседает, да, потому что здесь считается среднее количество звезд набитых у команды, да, то есть если, например, В команде добавляется плюс там какое-то энное количество новых игроков и при этом не такое большое количество звезд набивается дополнительно, то ваша команда, конечно же, проседает вниз И имеет уже намного хуже позиции в этом ивенте, поэтому Те же Нойеры в один момент просто взяли и просили на дно и Рандомность, ну, так вот как-то пошатнулась Поэтому очень многое зависит от того, сколько игроков набивает и сколько игроков покупает звезды за вашу фракцию То есть если в вашей фракции есть ребята, которые будут покупать звезды, да, которые, ну, номинально донатеры, да, грубо говоря То вам намного-намного проще будет в этом ивенте Все же, если, ну, вот, например, у Нойеров не было бы вот игрока, который приобрел 1800 звезд, да, то вряд ли бы сейчас бы Нойеры находились бы на втором месте Потому что фракция там улетала, но хоп, появляется человек, покупает 1800 звезд и бац И вы уже в топовых позициях, да, поэтому в этом плане тоже очень хорошо, когда есть игроки, которые покупают дополнительные звезды Также, если спуститься вообще на топ-5 игроков, здесь я могу лично для себя отметить большое количество игроков, которые именно набивают сами звезды То есть не покупают их, ну, есть, конечно, игроки, которые покупают То есть если вы видите здесь где-то около 1000 звезд, то можете сразу смело понимать, что эти игроки их дополнительно тоже покупали Либо общее количество покупали, либо какой-то определенный процент покупали, да, потому что такое количество набить невозможно То есть вот, например, условно, у Кси там 660, да, это реально набить И вот, например, у Хики, да, 496, то есть это реальные звезды, которые игроки сумели сами набить, да, 500-600 за этот период времени можно было наколотить Но 1000 это, ну, я бы сказал, наверное, невозможно за такой период времени было набить В целом, очень сильно надеюсь на то, что те фракции, за которые я попался, это Нойеры и Хьюстоны Сумеют пройти хотя бы первые этапы Так как мне все-таки хотелось, ну, и как многим, конечно же, хотелось Не менять фракцию и сохранять лидирующие позиции Но пока все очень и очень спорно Единственная фракция, которая стабильно находится на последнем месте Это вот единственная фракция, которая называется Hazels, да, вот эта фракция На протяжении вчерашнего всего дня была на пятом-шестом месте И вот сегодня уже тоже на шестом месте Пока что эта фракция не вырывается вперед Может быть, конечно, что-то еще поменяется Но пока что закономерно она занимает последнее место И я думаю, что у этой фракции больше всего шанс слихнуться уже в завтрашнем заезде на выбывание Но будем следить Сегодняшний день он, можно так сказать, показательный И уже сегодня вечером будет, наверное, видна картина тех двух команд Которые все-таки отправятся в заезд на вылез Что касаемо фракции Танкити Это фракция, которая вчера поначалу была тоже на последних позициях Даже, может быть, на шестой она была позиции Но потом очень жестко откамбэчила И в моменте была даже на первом и втором месте Да, поэтому этой фракции есть возможность очень сильно камбэкнуть И вернуться в эту игру Ну а что касаемо Хьюстонов и Ламы То они плюс-минус всегда держались вот в этих позициях Третье и четвертое место Да, у Нойеров там был скачок С плюса в минус Ну и Саны тоже там где-то держатся То есть вот в моем понимании Саны точно должны оставаться в лидирующих позициях У Нойеров Ну, есть шанс, что может произойти то же самое, что было вчера Хьюстон и Ламы остаются в топ-4 Танкити спорно могут ворваться, могут улететь Ну а Хазлсы, ну по ощущениям, по ощущениям стабильно на топ-5-6 Конечно, наверное, те игроки, которые играют за эту фракцию Хотели бы, чтобы они влетели в топ-4 и не играли завтра на выбывание Но пока что стабильность говорит о том, что это все-таки команда Будет уже одна из двух, которая будет у нас на выбывании Пишите, за какую фракцию попались вы Сколько звезд вы уже набили Попали ли вы, например, в топ-5 Да, потому что, например, в этом этапе топ-5 Каждая фракция получает дополнительно по 500 танкойнов Тоже, ну, такой неплохой дополнительный бонусик Почему нет? Почему бы не получить? Ну а я, в свою очередь, буду сейчас набивать звезды на бездонате Постараюсь также дать двухсотку Хоть и призы здесь не сказать, что суперкрутые Но заберем, попробуем И понадеемся на то, что ни одна из моих двух фракций За которые я попал, Хьюстоны и Нойеры Не улетят в сегодняшнем дне в выбывание Либо вообще, в принципе, в игру на выбывание Поэтому я надеюсь, что мы топ-4 позицию сохраним Пишите, что вы думаете по этому поводу Пишите, за какую фракцию вы попались Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны Также не забывайте, что Прямо сейчас проходит у нас розыгрыш на 2 миллиона кристаллов На 30 тысяч танкойнов По моему личному тегу в настройках игры В аккаунтике можно его найти Заходите сюда, устанавливайте мой личный тег Дальше спускаетесь в магазинчик Оформляйте покупочку В описании Зашли Заполнили формочку И участвуйте в этом замечательном розыгрыше У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok